Продисловие к беседам на псалмы. После Моисея и преемника его Иисуса Новина, после так называемых судей израильских, и после того, как Саул принял царствование над израильтянами и был отвергнут, Бог возвих им царя добродетельного, праведного и пророка, который составил книгу 150 псалмов по вдохновению Духа Святого, написанных мерную речью, свойственную отечественному языку его, и пет их благозвучно, с разнообразием в голосе, с различными музыкальными орудиями, с ликованием и припевами. Сам он употреблял псалтырии и имел под своим управлением разные хоры меньших пророков. Так он называл мужей, обращающихся с пророками, а иногда называл их и сынами пророческими. Они имели различные музыкальные орудия. Один кемвал, а другой флейты, тот тимпан, этот трубы, иной псалтыри и гусли, иной так называемой пастушеские сирели. При этом каждый хор имел начальника, из которых один назывался Асафом, другой – Идифумом, имея сынами Кореевыми, иной – Имафом, израильтянином, иной – имени Моисея, Человека Божия. Таким образом, когда Давид возбуждался духом провещевать или о пленении народа, или о возвращении его, или о нравственном учении, или о промысле Божьем, или о владыке Христе, то он составлял мерную речью псалом, так что каждый соответствовал своему содержанию. Потому и есть малые и большие псалмы, и отдавал его которому-нибудь хору. Если же он указывал остановиться на середине псалма и передать следующую часть псалма другому хору, то такое преемство псалмопения называлось переменой тона. Так, когда он хотел в середине псалма передать его так называемым пастушеским свирелем, то это называлось иным именем, потому что свирели, преемственно начинали петь остальную часть псалма. Об этом желающий может узнать из книги Паралипоменон, в которых написано «И устроил Давид петь песню сию рукой Асафа Пророка» 1 Паралипоменон 16.7. После того, как первый хор передавал псалм другому следующие хоры, то каждый отдельно, то все вместе, с приятностью, с согласием, один на одних, а другой на других музыкальных орудиях, попеременно и с ликованием пели псалм в честь и славу Божию. И об этом можно заключать из того, что сам Давид, возвратив кивот от иноплеменников, ликовал перед ним. И когда собственная его жена Милхола укоряла его, отвечал «Буду играть и плясать пред Господом» 2 Царств 6.21, он не только не перестал, но и выразил намерение делать это еще с большим усердием. Некоторые, не вникнув в порядок и сущность дела, и не желая научиться тому от знающих, обратились к киносказаниям, и даже стали утверждать, будто не все псалмы принадлежат Давиду, но принадлежат и тем лицам, принявшим от него псалмы, которых имена ясно означены. Между тем, ни Господь, ни апостол, нигде не упоминает ни о каком другом писателе которого-нибудь псалма, кроме Давида. Итак, чтобы слушатель имел ясное представление об устройстве, представим Давида сидящим, а при ним справа и слева хоры. Затем мы скажем и о тех псалмах, которые он удостоился проречь о домостроительности Господа, и его страдания, и воскресения по человечеству. В псалмах, представляющих разнообразие, породу сложения и формам выражения, точно так же он возвестил, что он, Господь, вечен по божеству, что он творец вселенной и обновитель всего мира, и что он составляет цель всего богодухновенного писания. Хор Идифума, хор сынов Кореевых, хор Ифама, израильтянина, хор Асафа, хор Моисея, человека Божия, вот хоры пророков, бывших под его управлением, которые, играя на различных музыкальных орудиях, воспевали с ликованием во славу Божию 150 псалмов, внушенных от Духа Святого.